Прорусловное Рождество и визит замминистра и счастье в детях. В странице фиксировано 53 новогодних малыша, кто поздравил крохотных белорусов. Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Зарплаты бюджетников, новые распродажи и меньше пластика. В кафе и магазинах страны запрещено продавать продукты и напитки в неэкологичной посуде. Что еще в стоп-листе? Приоритет – поддержка семьи. Бобруйск посетил заместитель министра труда и социальной защиты. У общества появляются новые потребности, новые запросы. В чем суть визита? Их призвание – дети. Если бы мне сказали, что у меня будет пять детей, я бы никогда не поверила. В Бобруйске наградили многодетных, кто получил орден матери. В эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда. Рождество Христово встретили миллионы верующих. Праздник Рождества Христова – это матерь всех великих наших праздников. За что молились? Рожденные под бой курантов. В Бобруйске выписались новогодние малыши. Поздравляем вас. Здоровенькие, не болейте, приходите к нам еще. Кто стал счастливчиком? Снежная Европа, тайная вакцинация и перенос Грэмми. Церемонию вручения музыкальных премий отложили до марта. С чем это связано? Поддержка материнства – один из приоритетов социальной политики государства. В особом почете – многодетные. Для тех, кто воспитывает рехи более несовершеннолетних, предусмотрены льготы, пособия, услуги няни и программа «Семейный капитал». Но, несмотря на это, еще остается ряд вопросов. Власть от них не прячется, а ищет решения. Заминстр труда и социальной защиты приехал в Бобруйск, чтобы лично услышать идеи и предложения. О том, как это было прямо сейчас. Различные дискуссионные площадки в нашей стране стали доброй традицией. Минуя все инстанции, власть напрямую слышит людей. Одна из таких встреч прошла и в Бобруйске, в тенах Центра поддержки семьи, материнства и детства Покрова. Место большого разговора выбрано не случайно. Именно вопрос поддержки семей сегодня во главе угла. Замминистр от труда и социальной защиты приехал, чтобы лично услышать идеи и предложения. Несмотря на то, что государство сегодня уделяет поддержке семье с детьми достаточно большое внимание, постоянно совершенствуются меры поддержки, мы должны понимать, что рано или поздно мера привыкает. То есть человек есть к тому, что человек привыкает к данной мере, он воспринимает ее как должную, и она уже перестает выполнять ту функцию, условно стимулировать рождение детей. Поэтому плюс общество появляется новая потребность и новые запросы. Беларусь – государство социальное. Здесь как раз и кроется секрет такого пристального внимания. Одна из форм поддержки – семейный капитал. Размер, согласно новой программе, 22,5 тысячи рублей. Его назначают многодетным семьям, в которых третий, либо последующий ребенок рождается с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 включительно. Разморозить депозитный счет можно досрочно. На строительство жилья, получение образования и медицинские услуги – остро стоял вопрос и пенсионного обеспечения. Решения уже нашли. С января 2021 года вступает в силу указ, где мы увеличили период времени хода за детьми, которые будут засчитываться в стаж для назначения пенсии с 9 до 12 лет. Снизили страховой стаж, это стаж с уплатой страховых взносов для назначения пенсии, которые необходимы для выхода на пенсию маме. Для тех женщин, которые родили четверых детей, он сегодня будет составлять 10 лет. Если женщина родила 5 детей, у нее 5 лет страхового стажа нужно, но всем остальным сегодня нужно 18, но стаж будет увеличиться до 20 лет. Бобруйская дискуссионная площадка уже третья по счету. До этого такая же встреча прошла в Смолевичах и Барановичах. Название свое направдывает. Формула разговора простая, в то же время правильная – вопрос-ответ. Все участники по окончанию сошлись во мнении. Только так можно найти нужные решения. Это важно не только для матерей, важно для любого гражданина, для любого жителя города Бобруйска. Когда проводятся такие мероприятия, когда можно задать интересующиеся вопросы и получить на них профессиональные ответы. Всего в 2020-м Беларусь потратила на поддержку семьи более 4 миллиардов рублей – 4% от ВВП всей страны. Годовой бюджет при рождении первого ребенка – порядка 10 тысяч, то есть в месяц родители получают около тысячи. Да и многодетные, если это еще не тренд, то хороший пример. Только в Бобруйске их больше 2 тысяч, еще год назад было на 100 меньше. Это безусловно очень важно. И когда эти вопросы обсуждаются на уровне заместителя министра труда и соцзащиты, то есть мы непосредственно из первых уст можем получить ту информацию, которая нас интересует. Это касается в первую очередь тех мам и пап, которые присутствовали на дискуссионной площадке. И здесь действительно была дискуссия, потому что мы обсуждали разные вопросы. И трудового отпуска, и занятости. Это безусловно очень важно. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Первую в 2021 году. В Бобруйске прошла торжественная церемония вручения орденов матери. Слова благодарности звучали в адрес 13 прекрасных дам. О том, как на деле работают преференции для многодетных, Мария Бересневич. Самым красивым, милым и любимым посвящается. В Первомайском районе хороший повод для встречи жительниц с главой администрации. Сказать спасибо за детей и вручить государственные награды в канун Рождества отмечает Виталий Власевич для него особая честь. Ведь в зале те, кто искренне заслуживают похвалы и оваций. А эмоции, конечно, самые положительные. Самые, скажем так, лучшие. Мало того, что у нас сейчас идут новогодние праздники, и мне выпала честь не только вручить эти высокие награды, но также увидеться с нашими мамами, поздравить их и с Новым годом, и с Рождеством Христовым, пожелать всего самого наилучшего, а главное увидеть их счастливые, радостные и очень веселые глаза. Да, действительно, подобные мероприятия в Первомайском районе города Бабуиска – это не новость. И мне очень, скажем так, радостно, для меня это большая честь, вручать подобные высокие награды нашим, повторюсь, самым любимым, самым красивым, обаятельным и привлекательным мамам. Орден матери, свидетельства и цветы из-за руглавы администрации получают сразу 13 милых дам. Это домохозяйки, молодые мамы, спортсменки, работницы городских предприятий и организаций. Самым большим количеством деток может похвастаться Татьяна Лукьяненко. Их в семействе аж девять. Ордена матери, напомним, награждают женщин, которые родили и воспитали пять и более детей. На работе Инна Рудько – сборщик покрышек. Трудится на Белшине, а дома – любящая мама пятерых ребятишек, двух сыновей и трех дочек. Самые старшие 13, младшие 4. Приглашение на торжественную церемонию, отмечает Бабрученко, для нее было неожиданным. Мне было приятно. Для меня это хорошая новость в этом году. Долго ждала ее и дождалась. Вы когда-нибудь вообще думали, что у вас будет магазинная семья? Нет, никогда вообще. Даже если бы мне сказали, что у меня будет пять детей, я бы никогда не поверила. Нет. Во все кружки, во все школы музыкальные ходят и везде бесплатно. Ну, везде многодетные. Вот у меня. Ну, сын ходит музыкальные, нигде не платят. Ну, как бы везде кружки бесплатно нам. Живет счастливое семейство в многоэтажке на седьмом. Квадратные метры, а это две квартиры, двух- и однокомнатные, получили бесплатно с господдержкой. Сейчас там вовсю идет ремонт. Еще немного, признается многодетная мама, и дома станет гораздо уютней. Среди других преференций и бесплатные обеды для детей. А это неплохое подспорье для большой семьи. Тебе вообще нравится жить в многодетной семье? Конечно. А чем? Хоть не скучно. Можно погулять с кем-то. Весело. Помогаешь по дому маме чем-нибудь? Да, помогаю. Посуду мою, столы протираю, подметаю, полосушу. К слову, седьмой микрорайон, как никакой другой, славится многодетными. И это неудивительно. Именно здесь активно строится жилье и создаются максимальные условия для жизни. К новому саду, что открылся прямо около дома Рудько, в скором времени прибавится еще одно дошкольное учреждение и 35-я школа. Всего же на территории Первомайского района проживают 1342 многодетные семьи. В Бобруське их свыше 2000. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Транспортный налог, электронный кабинет и тарифы на ЖКУ. Правительство установило новые цены на газ, электрическую и тепловую энергию. Сколько придется платить? Громкие заголовки 2021-го далее в специальном обзоре. Минимальная зарплата выросла до 400 рублей. Раньше она была 375. Также более чем на 8% увеличились пособия на детей. Ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 3 лет составит 449 рублей. Это касается первенца. При рождении первого малыша – 2700, второго и последующего – 3800. В стране введен транспортный налог. Он привязан не к прохождению техосмотра, как прежде, а к факту наличия авто. При этом сумма такого налога стала ниже, чем оплата госпошлины. Годовая сумма сбора по так называемым народным автомобилям, масса которых 1,5 тонны, в среднем составит 60-80 рублей. У каждого жителя Беларуси появился свой личный электронный кабинет. Это самый простой и эффективный способ получить госуслуги и административные процедуры в электронном виде. Активироваться Е-кабинет будет с момента первичного входа пользователя со строгой аутентификацией на едином портале электронных услуг. За подзарядку электромобилей на всех ЭЗС придется платить, но даже с вводом тарифа цена будет самой низкой в Европе. Теперь 1 киловатт на быстрых ЭЗС стоит 39 копеек, на медленных – 29. Таким образом, зарядить электромобиль на 100 километров обойдется в сумму около 6 рублей. В Беларуси увеличился минимальный страховой стаж. Он составил 18 лет вместо 17,5. В последующем он будет увеличиваться на 6 месяцев ежегодно. Таким образом, в 2025-м нужно иметь 20 лет стажа, чтобы претендовать на трудовую пенсию. Если человек не успел наработать страховой стаж, то он будет получать социальную пенсию, а не трудовую. Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию. Так, кубометр природного газа при наличии счетчика и отсутствии газовых отопительных приборов вырос на 15%. Стоимость баллона сжиженного газа увеличилась до 19,5 рублей. Подробно с постановлением Совмина можно ознакомиться на национальном правовом интернет-портале. В Беларуси стало меньше пластика. Март запретила объектам общественного питания продавать пищу и напитки в неэкологичных стаканах, посуде и контейнерах. Пластиковые палочки для размешивания напитков тоже оказались под запретом. А одноразовые вилки, ножи и ложки больше нельзя будет встретить в кафе и магазинах. Зарплаты бюджетников повысят два этапа. Рост будет связан с увеличением базовой ставки. Ее повысят до 201 рубля. Напомним, принятый бюджет этого года по-прежнему сохранит социальную направленность. В числе основных приоритетов – опережающий рост зарплат низкооплачиваемых категорий граждан. В стране начала работу национальная почтовая электронная система. Она позволяет переслать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Оплата сообщений осуществляется онлайн. Обычное электронное письмо обойдется в 42 копейки, заказное – в полтора рубля. В Беларуси определены правила проведения распродаж. Соответствующие изменения были внесены постановлением Совмина. Отмечается, что проводить распродажи можно при выполнении нескольких пунктов. Товары уже должны предлагаться продавцам на обычных условиях, принадлежащих ему торговых объектах. Кроме того, стимулирование реализации товаров не должно быть запрещено законодательными актами. Рождение любви. Миллионы христиан по всему миру встретили светлый праздник. Библия гласит, в рождественскую ночь у Флееми на свет появился младенец, который спас все человечество. Свои корректировки в праздновании в этом году внесла пандемия. Кто-то остался дома и смотрел онлайн-трансляцию, а кто-то все же по традиции отправился в храм. Весь православный мир встречает светлый праздник Рождества. Одного из самых главных в религиозном календаре. По традиции в этот день радость верующими разделил и президент Беларуси. Александр Лукашенко зажег свечу в Минском храме с движения Креста Господня. Это светлый, добрый праздник. Как бы ни банально звучало, все мы ждем не только добра от этого светлого праздника, но и чудес. Особенность таких праздников, моих любимых праздников, заключается особенность в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем. Зачем идем своей дорогой к храму? Абсолютно убежден все те, кто идут в храм, идут за миром, идут за прощением, идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас. Также президент подарил икону, которая останется в храме. В качестве ответного шага ему преподнесли колокол. Пусть это будет подарок для всех сегодня пришедших и для вас тоже. Пресвятая Богородица, помогай нам и охраняй города и веси наши. В память о сегодняшнем посещении Александра Григорьевича просим принять в дар вот этот колокол, который был изготовлен к освящению храма. И пусть служит напоминанием сегодняшней нашей встречи. Этот макет храма, в котором мы сегодня молились, встречались, и книга, и отрёт Бог всякую слезу, в которой в таких трогательных словах, искренних, глубоких, художественным языком излагается история этого места, история и нашей Беларуси. И дай Бог, чтобы мир и Божье благословение было на нашей земле. С праздником, со святым, с Рождеством Христовым. Христос народился. Ангелы спевают, чудо-чудо возвещают. Поздавите, дядя, и заврежешься ты вечером. В этот день и в храмах Бобруйска многолюдно. По преданию, в рождественскую ночь зажглась первая звезда над Виклиемом. На свет появился младенец Иисус Христос. Сын Бога, пришедший на землю, чтобы спасти человечество и даровать им вечную, небесную жизнь. Вот уже на протяжении двух тысяч лет верующие приходят в храмы, молятся и переживают этот момент снова и снова. В храм важно приходить для того, чтобы был мир у тебя в душе, в своих мыслях, в своих поступках, в своих отношениях к другим людям, к тебе окружающим. Для того, чтобы оценить свою жизнь, да, и настроить ее на правильный путь. Появление на свет Бога-младенца – это настоящее чудо. После тяжелого, во всех смыслах 2020-го, каждый белорус ждет именно чудо. Год уходящий нас еще не отпускает. Многие верующие в масках таковы эпидемиологические правила. Но сегодня все проблемы ушли на второй план. Люди прославляют своего спасителя, молятся за мир, любовь и спокойствие на родной земле. Если есть Рождество Христово, значит и все остальные праздники имеют место быть. То есть и Крещение Господне, и Сретение Господне, и в конце концов Светлое Христово Воскресение. Поэтому святитель Азлатоуст говорил так, что праздник Рождества Христово – это матерь всех великих наших праздников. Бог, Он в каждом из нас должен быть, так или иначе. Вот, и поэтому нужно стараться чтить традиции и приходить сюда и для себя, и для близких, и для всех нас. Мы приходим, чтобы почтить Иисуса Христа, прославить Его, вот, и поблагодарить, что Он родился, чтобы нас спасти. Он пришел в этот мир ради нас и знал, зачем Он приходил. Праздновать Рождество Христово православные христиане будут на протяжении 12 дней. В это время принято навещать близких и дарить друг другу подарки. Кульминацией станет Крещение. Сердечно поздравляю вас, дорогие боголюбивые жители нашего города, светлым праздником Рождества Христово и новым 2021 году. Праздник Рождества – это один из величайших наших праздников христианских. Мы отвечаем сюда светло, радостно, празднично. И смысл праздника в том, что как и тогда, 2000 лет назад, так и сегодня, мы испытываем порой трудности, горечь нашей жизни, печали, потери близких. Но к нам приходит Господь и готов нам помочь преодолеть все эти трудности, помочь нам в преодолении наших болезненных состояний, наших неудач, скорбей и так далее. И самое главное – помочь в спасении души. Поэтому хотелось бы всем пожелать, дорогие наши жители, крепкого здоровья, духовного, телесного, мира душевного, крепкой веры. И помнить – с нами Бог. И ничего страшного в этом мире быть уже не должно. С Новым годом и Рождеством Христовым! Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели. Рождественские венки, вертепы с Молодецом Христом и рисунки с акцентом на Вифлеемскую звезду. В Бобрыске подвели итоги ежегодного творческого конкурса. На этот раз конкурс от Рождества до Пасхи набрал небывалые обороты. Проходит он в два этапа. За кисти и краской взялись юные таланты не только города, но и района. На суд жюри участника – это школьники, учащиеся в колледже и воспитанники воскресных школ – представили порядка 200 работ. Это рисунки, поделки и даже фотографии на рождественскую тематику. Это превзошло наши ожидания. Мы, честно говоря, думали, что в связи с нынешней ситуацией работ будет меньше, а оказалось больше. Поэтому радуемся тому, что такое внимание к конкурсу. Ну и главная задача конкурса – создать рождественское настроение, привлечь внимание и детей, и общественности, взрослых людей к замечательным праздникам – Пасхи и Рождества Христова. Работы будут номинированы в каждой возрастной группе. Награды в скором времени найдут своих победителей. Посмотреть на творческие проекты можно сейчас в Центре досуга и творчества. А до конца января они будут еще выставляться на разных площадках города. У вас девочка! В Беларуси в первый день года зафиксированы сразу 53 малыша. Пять раз них приходится на Могилевскую область. В Бобруйский на свет появились мальчик и девочка. А вот самый первый белорус зарегистрирован ровно через 10 минут после боя курантов. Семью мальчика поздравил Александр Лукашенко. Президент отправил родителям цветы и подарки. Обо всем по порядку. Далее. Теперь уже многодетный папа Артем Давыденко не скрывает эмоций, очень волнуется. Новогоднюю ночь супруга Ирина преподнесла ему особый подарок – в конверте и с бантиком. Пока мужчина вместе с сыном Ростиславом в предвкушении встречи, медработники готовятся вручить малышку семейству во всей красе. Эмоции такие, что уже хочется быстрее забрать домой и уже наконец нянчить свою доченьку, потому что это все уже наконец закончилось. Все муки, точнее. Ну, хочется быстрее уже домой забрать жену. И вот наступает долгожданный момент. Самое время подарить цветы, признаться в любви и обсудить, на кого все-таки больше похожа красавица-дочка. Поздравляем вас. Растите здоровенькие, не болейте, приходите к нам еще. Девочка по имени Варя появилась на свет днем. Вес 3,260, рост 50 сантиметров. В семье она стала первой девочкой. Ой, знаете, даже нет слов, честно. Так долго ждали. И вот, наконец-таки, первого числа. А как прошли роды, во сколько вообще родили вы? В 13.35. Ну, легко, я сказала бы так, быстро. Уже через 55 минут на свет появился еще один маленький горожанин. Вес 3,370, рост тоже 50 сантиметров. Всего же в первые часы 2021-го в Беларуси родились 53 малыша, 24 мальчика и 29 девочек. Первый крохотный беларус в этом году зафиксирован в Витебской области в 0 часов и 10 минут. В Могилевском регионе под бой курантов зарегистрированы 5 детишек. Мария Пересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Израиль под замком. Скандал в Украине и режим тревоги в Испании. Европу накрыло белым покрывалом. Когда прекратятся осадки? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. США в топе мировых информагентств. Заседание в Капитолии, на котором должны были утвердить Джо Байдена, на пост 46-го президента страны, было прервано. В начале встречи сторонники Трампа врывали из залы переговоров и кабинеты. Конгрессменов эвакуировали. Перед этим Трамп выступил на митинге перед своими сторонниками, призывая их идти к Капитолию. Позднее действующий президент попросил своих сторонников разойтись по домам. В ходе протестов погибли 4 человека, задержаны 52. После того, как силовики заняли и очистили Капитолий, конгрессмены вернулись зданием. Ситуация в Вашингтоне нормализовалась. В городе вели комендантский час. В Украине стало известно, некоторые высшие госчиновники тайно вакцинировались от COVID-19. Препарат был доставлен в страну одним из депутатов Верховной Рады контрабандой среди тех, кто сделал прививку, и премьер-министр Украины, и глава Медкомитета парламента. Все, кто вакцинировался, заплатили за препарат компании Pfizer около 2,5 тысяч долларов, при том, что его официальная стоимость – 30 евро. Реакция общественности на эту историю оказалась тем более резкой, что Киев категорически отказался от российской вакцины «Спутник Ви». При этом европейскую прививку украинцы получат только в 2022-м, а ситуация с закупкой китайского препарата остается неясной. С пятницы в Израиле введен двухнедельный локдаун. Все учреждения образования прекратили свою деятельность. Также новые меры предусматривают запрет собираться группами свыше 10 человек в открытом пространстве и свыше 5 в закрытых помещениях. Работу общественного транспорта сократят на 50%. Будут отменены все тренировки, включая занятия профессиональных спортсменов. Также в силе остались введенные 25 декабря запреты. Выходить на улицу можно лишь для покупки лекарств и товаров питания. 63-ю церемонию вручения музыкальных премий «Грэмми» перенесли на 14 марта. Изначально она должна была пройти 31 января. Однако из-за пандемии организаторы решили отложить мероприятие. Традиционно церемония проходит в Лос-Анджелесе, где ситуация с распространением COVID-19 в данный момент близка к критической. В этом году статуэтки «Грэмми» будут вручены в 84 номинациях. Лидерами по количеству номинаций стали Бионси, Дуалипа, Тейлор Свифт и Родзи Рич. Европу замело снегом. В Испании почти на всей территории из-за осадков объявили режим тревоги. В Мадриде столько снега не видели более 10 лет. В Италии сугробами покрылись северные и центральные регионы страны. Некоторые населенные пункты оказались под двухметровым слоем снега. А техника не успевает очищать дороги. Синоптики предупреждают – в ближайшие дни осадки не прекратятся. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Баврусь-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова